Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем гастроканале Сладкий Персик и сегодня у нас ежемесячная рубрика находки с маркетплейсов. Обычно я выпускаю этот формат в статье, но сегодня решила снова попробовать сделать видео. Вдруг вам такой формат больше понравится. Обязательно пишите в комментариях, что вам больше нравится, смотреть или считать тексты. И поехали! Сегодня я вам покажу свои находки, которые я нашла на маркетплейсах, но абсолютно разных, в октябре. Первым делом я хочу похвастаться с вами сережками, которые я купила на Wildberries. Они вот такие, я еще покажу вам их поближе. И это сережки называются трансформеры, не знаю, как правильно их назвать. В общем, они надеваются не как обычные серьги и смотрятся на ухе очень интересно. Кажется, как будто у тебя не одна дырка проколота, а целых три. Посмотрела, эта модель сережек называется джекеты. Они вот так вот одеваются на всю мочку, их можно носить либо так, либо нижнюю вот эту вот большую часть сережек убирать и носить серьги просто как гвоздики. Серьги классные, они серебряные, с фианитами, уши от них не болят. И вообще я обожаю серебряные сережки, золотые практически не ношу. Да не практически, я не ношу золотые сережки. У меня есть одни серьги из белого золота, которые мне родители дарили, наверное, лет 12 назад. Но я их вообще не ношу, они у меня благополучно лежат в ящике. Я ношу исключительно серебро или просто обычную бижутерию. Бриллиантами и всякими драгоценными камнями меня особо не удивишь, мне это как бы не очень интересно. Но у этих сережек есть один минус, на мой взгляд. Здесь не совсем удобная застежка. Если на обычных серьгах у нас застежка, не знаю, как правильно называется, наверное, английский замок, когда у нас серьги защелкиваются или они как-то так вкручиваются, да, как гвоздики, то здесь просто штифт, то есть мы сережку просто надеваем, у него достаточно длинный вот этот вот хвостик, который, например, если ты в этой сережке приляжешь, она может достаточно больно впиться, наверное, тебе вот в эту вот часть головы. Поэтому в таких сережках спать точно нельзя. И даже если вы будете носить эти серьги как гвоздики, все равно вы их не сможете носить постоянно как раз из-за этого замка. Еще мне кажется, что он не сильно надежный, потому что он ничем не фиксируется, не вкручивается. И, наверное, если носить серьги с шапкой, то есть вероятность их все-таки потерять. Артикул на серьги я оставила вот здесь вот на скрине. Напомню, что нашла их на вампере, но вы можете посмотреть на каких-то других маркетплейсах или вообще в официальном магазине, если вам тоже эти серьги понравились. Дальше. Хочу вам показать вот такой вот набор свечей. Свечи выглядят очень странно, пока они не включены, если смотреть на них вблизи, но как только их включаешь, они выглядят прям очень красиво. И кажется, вот этот вот верхний огонек у них двигается, и кажется, как будто бы по-настоящему горит огонь. И даже такое потрескивание пламени слышится, если сидишь рядом с ними. Я впервые увидела такие свечи на концерте. Мы в конце августа ходили на концерт классической музыки со свечами. Там просто весь зал был украшен этими свечками. Моя подруга даже подумала, что они настоящие, побоялась обжечься. Потому что издалека они, правда, выглядят, ну, как обычные абсолютно свечи. Когда на них смотришь вблизи, конечно, видно, что это пластик. И что свеча уж точно не настоящая. Точно это не огонь, которым можно обжечься. И я решила такие свечи заказать домой. Они работают на батарейках. Батарейки были в комплекте. Не знаю, насколько их хватит. Они у нас уже один раз так потухли. Потом постояли, опять загорелись. Батарейки я не меняла. В общем, какие-то чудеса. И в наборе у нас три свечи разного размера. И стоят они примерно плюс-минус там 400 рублей с копейками. Покупала я эти свечи на Ландберес. Если вы где-то увидите такие дешевле, или, может быть, там будут выглядеть они интереснее, смело берите. Мне кажется, для новогоднего декора они просто супер классные. Следующая находка – это, наверное, главная покупка октября, потому что этот товар понравился не только мне, но и мужу, и даже нашей кошке. Потому что это вот такой вот робот-пылесос. Я знаю, что многие из вас мечтают о роботе-пылесосе. И это, правда, просто супер находка, если вы любите дом-чистоту, но не любите особо убираться. Я не знаю, как правильно читается название бренда, но, наверное, Ницвор, допустим, так. Этот пылесос не только пылесосит, как обычный, но еще у него есть функция влажной уборки. У него в комплекте есть несколько тряпочек, которые крепятся на пылесос. Туда наливается вода в специальный контейнер. И пылесос, после того, как он просто пропылесосил, он может его включить, и он вам полы еще и тряпочкой этой протрет. Здесь хочу обратить внимание, что у него в комплекте идет несколько тряпочек и несколько щеток, которыми он заметает пыль и грязь во время уборки. Это очень удобно, когда есть запасной комплект, потому что вам не нужно ждать, пока вы почистите вот этот основной комплект тряпок и щеток, потому что их тоже нужно периодически обслуживать. Вы, например, полы на кухне протерли, а на кухне обычно грязные полы. Тряпку отправили в стирку, и у вас есть запасная тряпка, вы можете ее поставить и помыть, например, пол в соседней комнате, в детской, или в зале, или где-то еще. В общем, пылесос всегда готов к работе. Но кроме тряпок и щеток, у него в комплекте есть еще и запасные фильтры. А это тоже очень удобно, потому что, когда одни фильтры загрязнятся, и вы их там будете менять, новые заказывать или эти чистить, и вот эти запасные чистые фильтры вы поставите в пылесос, и им можно будет пользоваться. Если продолжать про комплектацию, то у него еще есть зарядная станция, на которой он возвращается и, собственно, там заряжается, домик его, где он живет, и в комплекте еще есть пульт, что тоже очень удобно. Несмотря на то, что у пылесоса есть еще и мобильное приложение, в котором тоже пылесосом можно управлять, давать им команды, смотреть, как он там строит карту, и в какой именно комнате в квартире он находится в данный момент времени. Но если у вас телефон, например, стоит на зарядке, или вы вообще не хотите скачивать приложение, то управлять пылесосом можно с помощью пульта. А пульт, между прочим, не просто пульт, а с дисплеем. Это, мне кажется, намного удобнее. Еще у пылесоса классный дизайн. Он такой беленький, лаконичный, минималистичный. Я вообще, как вы знаете, не люблю вот эти вот яркие вычурные дизайны, особенно когда на технике есть какие-то элементы декора, там цветочки, листочки, всякое такое. И белый пылесос классно подошел к нашему интерьеру, к нашей кухне. Он еще и с черными такими детальками. Мне кажется, он просто идеально вписался именно в мою квартиру. Ну и, в принципе, к любому интерьеру он подойдет. Что еще важно сказать про этот робот? У него есть три скорости. Вы можете выбрать низкую, среднюю или высокую скорость всасывания, смотря какое у вас сгрязнение. Мы тестируем его уже сколько? Ну, наверное, недели три. Мне пылесос очень нравится. Он убирает прекрасно даже на кухне, когда ты здесь рассыпал, например, гречку какую-то или, не знаю, там какую-то сухую зелень или рис. Потому что я когда рис мою, у меня почему-то, когда я его пересыпаю, он у меня всегда обязательно просыпется. На пол, естественно. И пылесос с этим справляется просто супер хорошо. А еще у нас есть кошка, которая растаскивает по всей квартире в своих лапках глиняный наполнитель. Глиняный наполнитель, он тоже такой, как камушки. Если на него наступишь, то довольно больно может быть. Так вот, он и наполнитель тоже собирает очень хорошо. А еще, что мне нравится в этом роботе, что он аккуратно объезжает препятствия. Например, если у вас на полу какие-то детские игрушки лежат или стоит обувь, да, со шнурками особенно. Многие роботы, вот у меня просто был уже до этого робот, очень-очень давно, мы, наверное, в году 14-м покупали, и он препятствий не объезжал, он на них заезжал, и просто, если там лежали шнурки, вот так вот это все на себя наматывал. Этот робот такой аккуратненький, деликатный, он не будет лишний раз заезжать на ваши кроссовки, он аккуратно, около них все пропылесосит, аккуратно их объедет, развернется и уедет в другую сторону. Это тоже очень удобно. А еще прикольно, что у робота есть русская озвучка. Послушайте. Добро пожаловать на использование дроидов-подметателей. Купить такой робот-пылесос можно на Озоне, вот здесь вот я оставила артикул и скрин, а ссылку на пылесос оставлю в описании к видео. Впереди как раз праздник, если вы давно хотели себе робот-пылесос, обязательно перейдите по ссылке и посмотрите, потому что вот сейчас я на него смотрю, сейчас цена очень приятная, потому что начались уже скидки, поэтому обязательно посмотрите. Следующий товар, который мы уже в октябре купили на маркетплейсах, это, вы не поверите, семечки для птичек, потому что мы уже, наверное, третий год или четвертый, не помню, какой год, не помнишь? Третий год. Третью зиму мы кормим птиц, мы купили на Озоне три года назад специальную такую кормушку, которую можно повесить на окно, она такая прозрачная в виде домика, я им ее показывала уже несколько лет назад. Если кому-то нужно, напишите в комментариях, я вам скину либо артикул на свою, либо найду похожую, в общем, кормушка классная, птицы довольные, корм не мокнет, птицы не мокнут, прячутся в ней от ветра и от снега, кошка тоже за птичками наблюдает с удовольствием, мы тоже смотрим на птичек, в общем, это так это все добро, добро и прикольно выглядит. И в эту кормушку, конечно, нужно сыпать семечки, семечки нужно сыпать не соленые, не жареные, то есть просто сырые высушенные семечки, их можно купить на рынке, мой дедушка раньше так делал, или заказать на маркетплейсах. И как выяснилось, на маркетплейсах семечки, если хорошо поискать, можно купить дешевле, потому что когда моя мама сказала дедушке, что зачем ходить на рынок, Юля, он заказывает на Вайлдберрис и на Азоне, он посмотрел на цену и теперь тоже спокойненько заказывает на Вайлдберрис и на Азоне. Ну, точнее, не сам, он просит маму, и мама таскает эти семечки. Поэтому, если вы тоже кормите птиц, даже если не обязательно дома, если у вас там рядом с домом есть парк, докажите такие семечки, будете брать немножко с собой на прогулки и подкармливать зимой синичек, воробьев и других птичек тоже. Следующий товар, который я нашла на Азоне, и с этим товаром я готовила популярный трендовый дубайский шоколад, который просто захватил соцсети, рецепт, кстати, у меня есть на канале, можете посмотреть, если кто-то еще не готовил и хочет попробовать. Это вот такая вот фисташковая паста. Кстати, нутис, я раньше читала натис, оказывается нутис, в крайнем случае здесь так написано. Это паста нашего российского производства, она очень вкусная, я такую беру арахисовую, но фисташковая стоит просто, наверное, в 10 раз дороже, потому что я ее покупала, она стоила около 1000 рублей, это было в октябре. Сейчас, вот я смотрю на Азон, она стоит уже 1500, но 1500 за баночку, ну не знаю. Честно, она по вкусу, ну похоже на арахисовую пасту, но только арахисовая стоит дешевле. И, наверное, по пользе плюс-минус такая же. Но попробовать можно, паста прикольная. Единственное, мне попался небольшой кусочек скорлупки фисташки. Я не знаю, норма это или нет, но я все-таки советую есть ее аккуратнее. Следующий товар у нас гаджет для 30-летних, потому что это ортопедическая подушка. Подушка не для меня, для моего мужа, потому что у него тут нашли что-то между грыжей и протрузией, ну, на самом деле, это грыжа, в общем, упрощенно. В шейном отделе позвоночника и сказали, что обязательно нужно спать на ортопедической подушке. Я, если честно, на такой подушке сплю с 20-го года уже, вот именно на такой я ее тогда купила тоже на Валберес или на Азоне, уже не помню. И вот уже 4 года я на ней сплю, мне очень нравится, просто она идеально подходит под мою шею. Муж долго сопротивлялся, потому что я ему тоже предлагала купить такую подушку. Но потом, когда врач сказал, уже как бы выхода не было. И мы заказали несколько подушек в пункт выдачи. Попробую. Заказали какие-то дешевые подушки и вот эту. Ну, эту я взяла, потому что я уже ее знаю, потому что сама на ней сплю. И муж там на диванчике в пункте выдачи на каждую подушку ложился. Это было очень смешно. Люди заходили и такие, что происходит? Но по сути, вы не выберете ортопедическую подушку, пока вы на ней не попробуете полежать. Потому что подбирать по размеру одежды, ну, это бессмысленно. Например, мужу по размеру одежды должна подходить подушка повыше, но по факту ему подошла та, на которой сплю я. То есть она достаточно маленького размера. Я сейчас вам точно скажу, сколько у нее высота. С одной стороны высота 10 сантиметров валиков, с другой 8. То есть это, в принципе, даже для подростков подойдет. Я не говорю, что эта подушка и вам тоже подойдет. Нужно мерить, нужно смотреть. Может быть, можно точно такую же по качеству и по размерам найти дешевле раза в два. Потому что эта подушка такого известного достаточно бренда, она довольно дорогая. Мы ее покупали за 6 тысяч рублей. Посмотрите, может быть, вам подойдет подешевле. Потому что, в принципе, они все похожи. Главное, берите не анатомическую, а ортопедическую. У них есть небольшая разница. Ну, нужно померить и сравнить. Конкретно про эту. Что в ней классно, кроме размера? Ну, во-первых, она за 4 года не развалилась. Хотя я пользуюсь ей постоянно. И даже днем иногда на ней лежу. Когда там смотрю, например, телевизор. И у нее в комплекте есть очень прикольная наволочка. Она такая приятная, какая-то прям не шелковая, наверное, хлопковая. Ну, спать на ней прям одно удовольствие. Идет в комплекте. И еще там есть такой внутри между наволочкой и самой подушкой чехол. Тоже, мне кажется, это классно. В общем, я считаю, что ортопедическая подушка нужна всем. Поэтому ищите свою идеальную и переходите с обычных подушек на ортопедические, чтобы ваша шея и голова не болели. Ну что, друзья, вот такие у меня были октябрьские находки. Пишите в комментариях, что вам понравилось, что не понравилось. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok